Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из нее выбираются. В большинстве случаев А в меньшинстве? Кома третьей степени. Затем смерть мозга Даша! Не, иди за мной, пожалуйста Ух уж мне эти родственники Она подруга Хорошая девушка, только перенервничала немножко Вообще, ты сделал все, что мог Дальше от тебя ничего не зависит Жень, пойдем я тебе плечи разомну У тебя еще впереди операция Ты такой весь напряженный Пойдем Кто бы у меня плечи поразмел Алло Алло, Лидочка, это Даша, дай папу, пожалуйста Бабы нет, и мне страшно Почему ты думала одна? А папа где? Папа сказал мультики смотреть И ушел Мультики гонялись А папа не вернулся Ты только не бойся, слышишь, Литочка Я сейчас приеду Да Скотина ты, неблагодарная, Антушенька Ковалев к тебе, как человеку, отнес Работу дал, деньги хорошие Ты ему по жизни должен Я этой мразе ничего не должен Скажи мне, ты чего такой упертый? Тебе жить надоело, а? Верни флешку с доками Никто тебя не тронет Бабла еще срубишь Знаешь, сколько Ковалев обещал? А мы, не жадные, да, Саша? Не жадные Мы поделимся Сэн, ты сумку посмотри Сейчас, слабо, я вам верю, ребятки А ты поверь Вариантов у тебя нет То, что ты здесь схоронился Уже многие профи знают И вот, когда они за тобой придут Они за тобой обязательно придут Все будет, ну, очень круто Ох ты А вот это уже интересно Сань А придуши-ка ты этого кобелька Ты че, это ж собака А ты решил мараться, когда стемнеет, да? Так этот человек, эта собака, она-то при чем? Видишь, Антоша С кем работать приходится Все сам Все сам Не дрожь собаку, гад Королей гуляет Ты куда? Куда за рак? Ах ты Укусил? Ты дверь не закрыл, у идиота Как не закрыл? Как он кверху? Да крови прокусил Наебинк Антошенька Я вижу тебе очень смешно А сейчас тебе смешно? Да нет там ничего Посмотри за ним Пойду в машину За аптечкой Лида, это я, Даша Лид, ты меня слышишь? Я здесь Лидочка, ты сможешь мне открыть дверь? Папа сказал, никому не открывать Умничка, ты Ты молодец, что слушаешь папу, слышишь? Ты только не бойся, хорошо? Я уже ему позвонила Он скоро приедет А когда придет мама? Мама скоро вернется Лид А вот и папа пришел Ты вообще Ты безответственный Что? Как ты мог запереть ребенка одного? А что мне было делать? Я, между прочим, не только преподаю И в ресторане Я еще и три раза в неделю В клубе подработаю Лида Лидочка, все в порядке? Все хорошо? Ты звонил в больницу? Да, я все знаю Ты беспугал у нас? Да Все хорошо Олег, слушай А может, Лида пока у меня поживет Я понимаю, что это странно Но так будет лучше Пока Настя В больнице мы с мамой можем посмотреть За Лид Лид Не хочешь у меня погостить? Можно? Ты моя золотая Ну, как тут наш клик? Где он? Я сейчас не сбежал Тебе хоть что-то доверить можно? Горлешка Иди сюда Молодец, мальчик Пошел папу Пошли, пошли Черт, а А по щехату Через задний двор ушел Сарбраса Что у тебя, нашел? Вот Парикмахерская для собак? У других зацепок все равно нет Давай попробуем Вдруг сработает Там, кстати Номерок от руки записан Где? Вот Алиса наварила манной кашей Размазала по тарелке Подала и угощает Покушай, мой голубчик-куманек Сама стряпала Журавль хлоп-хлоп носом Стучал-стучал Совсем как ты в детстве Пойдем А свет пусть горит Даша, откуда ты знаешь эту Настю? Почему я раньше о ней не слышала? Чай будешь? Нет, я кефир Муж Насте Тот самый Олег С которым я встречалась Ну, ты даешь Я бы после всего с ним Газетку рядом читать не села А ты Ребенка его к себе забираешь? Мам, ну, Редочка с Настей не виноваты Это я перед ними Так Давай только без этого Во всем виноват этот прохиндей На Насте ты и так помогла Ты ее к доктору хорошему устроила Ты ж не все знаешь После сегодняшней операции Настя впала в ком Врачи говорят, что Она может из нее не выйти А что же будет с ребенком? Не знаю Ну, я точно знаю Что я ее не брошу Ни ее, ни Настю Тогда Можешь рассчитывать И на мою помощь Привет Привет Почему никто ничего не делает? Тут ничего нельзя сейчас делать Значит, просто сидеть и ждать Почему? Нужно время для восстановления Мы держим состояние Насти под контролем Прости, что я вчера на тебя набросилась Я просто очень переживаю за Настю Ну, я тоже сказал глупость про твою картину Один-один Нет, точнее два-один Если считать вечер в ресторане Который испортила моя бывшая жена Да все это я То есть Просто у меня наслала бывшая жена Что-то вроде аллергии На, проезжайте Проезжайте Ой Извини, извини, пожалуйста Ничего Даша, а можно посмотреть твои картины? Я просто никогда не был в мастерской художника Ну, если тебе интересно Хорошо Любопытно даже, что ты скажешь Приезжай Парковая 7А Даша, а квартира какая? Тоже 7А Легко запомнить Сегодня же вечером и буду Добрый день Здравствуйте А мне нужна Варвара Добрый день Я Варвара Я покупочки положу А вы? А я сосед Юрия Тут такое дело Он ненадолго уехал А собачку свою мне оставил Попросил подстричь Вот Визитку вашу дал Хвостик Так вот же мы Стригли недавно Харлея Наверное, я что-то попутал Наверное, он имел в виду Через месяц подстричь Ну и что? Погодите Это что, получается Его больше месяца не будет? Да А телефон он не менял? Я не могу ему дозвониться А разве он вам Свой новый номер не оставил? Нет Неужели целый месяц? Так, значит, это вас, Юрия, Влюблен Влюблен? С чего вы взяли? Да Так, знаете, глазам у него Загорается, когда о вас говорит Обо мне говорит? С вами? А чего уж О вас не поговорить Вы женщина Заметная Спасибо Ну, до скорого Привет Привет Проходи Прости, что опоздал Я очень старался Но сшивать сосуды быстро Просто нельзя Это тебе Спасибо Проходи Чаю? Можно А есть не хочешь? Да нет, не очень Вот, будешь? Да Можно я сначала посмотрю? А, конечно Очень красиво Я, значит, все еще в немилости Раз ты меня на полу держишь Прости Просто не успела переставить Я должен еще раз попросить прощения За что? Ну, я думал Ты занимаешься абстракционизмом, потому что Потому что не умею рисовать? В общем-то, да Ты знаешь, мне плесно Что ты признал мою правпригодность Но обидно, что ты разделяешь такой предрассудок Я просто не понимаю, как человек, который может рисовать вот так Рисует какие-то кляксы Кляксы Прости Иногда не хочется навязывать зрителю определенный образ Хочется поставить его перед голой формой Цветом Как перед обнаженной эмоцией Ты знаешь, на это тоже смелость нужна Согласен Нужна смелость Субтитры создавал DimaTorzok 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 Боже, я теперь в глаза буду смеяться тем, кто так говорит. За это время, пока тебя нет, я так устал, как собака. А ты, а ты так жила все эти пять лет. Я так перед вами обеими виноват. Что не знаю, что делать. Слышишь, обманывался бы, думал, что мне никто не нужен. Если ты решишь уйти от меня после всего этого, я пойму. Это будет справедливо. Ты только очнись. Слышишь? Очнись. Потому что, если ты умрешь, мне тоже без тебя не жить. Я еще приду. Вы кто? Кто вас пустил в палату биоринимации без разрешения? Я... Что это? Что это, доктор? Это... Это плохо, доктор? Я муж. Это очень хорошо. Что? Вышла из комнаты? Господи, как это хорошо. Так когда можно Лидочку привезти? Она еще в реанимации. Через день-два переведу ее в обычную палату и сразу позвоню. Тогда можно будет. А еще у меня к тебе вопрос. Важный. Что ты скажешь, если в выходные мы куда-нибудь ходим вместе? Ну, там, в кино или еще куда-то. Я с удовольствием. И, да, это очень важный вопрос. Ты мне позвонишь еще сегодня? Ну, тогда пока. Мамочка, привет! Явилась, не запылилась? Думала, ты хоть о Лиде вспомнишь и позвонишь. Я уже сказала, что работаю. Возможно, буду ночевать в мастерской. Хорошие, как вижу, сны были. Веселая пришла. Просто Женя Шангин, доктор, который ящик Настю, сказал, что она вышла из комы и идет на поправку. Слава Богу, я очень рада за нее. Когда можно Лиду к ней свозить? Девочка все время спрашивает. То, возможно, уже завтра. Женя сказала, как только ее переведут в обычную палату, он сообщит. Значит, Женя. Мам, ну что ты сразу... Теперь важно найти хороший реабилитационный центр. Олег один это вряд ли потянет. Это очень дорого. Я не против помощи Насти и Лидочки. Но с какой стати тут Олег и его финансовые проблемы? Ну, потому что его финансовые проблемы, это проблемы Насти. Нет, ну какой негодяй, а? Настя изменял, тебе врал, а теперь ты должна помогать, да? Он делает все, что может, мам. Вообще, это не для него, это для меня. Я взяла за это дело, я его и закончу. Да делай ты, что хочешь. Только если тебя снова обманут, мне не жалуйся. Я на работу. Ну что ж, проходите, смотрите. Но хочу предупредить, оплата сразу же, в первый же день выставки. Это незабываемое правило. Мы знаем. Спасибо. Тогда не буду мешать. Помещение, конечно, ничего особенного. Почему? Хороший, просторный зал. В удобном месте. Но деньги серьезные. И надо прямо в первый день платить. На четверых будет недорого. Что значит на четверых? Я не желаю ничего платить. Мои картины и так хорошо продаются. Я еще думаю, нужна ли мне вообще эта сборная солянка? Жора, а ты за сколько последний раз картину продал? Это бестактный вопрос. Ну, мы можем зайти на арт-биржу и посмотреть, как ты там демпингуешь. Прямо таки демпингую. Это свободный рынок. Зачем ты вообще с нами пошел? Чтобы пропиариться на шару. Да нет. Я пришел, чтобы поддержать вас. Так поддержи нас, Жора. Ну, послушай, на четверых получается сносная цена, а? Ты же знаешь, что это своего рода благотворительная выставка. Вот ты нам нужен. Твое имя привлечет публику. Жора. Мы же хорошее дело делаем. Ладно, ладно. Тогда я к директору. Я не смогла к тебе дозвониться. У тебя телефон вне доступа. Что случилось? Муж забрал ребенка. Проходи. Жень, он просто приехал в садик, забрал его и сказал, что я его больше не увижу. Пройди, сядь. Ты понимаешь, он давно грозился, но я даже не думала, что он так подло может со мной поступить. То есть ты выбрала подлеца? Злорадствуешь? Нисколько. А вдруг он возьмет и подкопит этих воспитателей, соседей, чтобы они дали показания, что я плохая мать? Ну, а мы найдем свидетелей, что ты мать хорошая. Не раскисай, губей. А сейчас что делать? Как мне Колю вернуть, Женя? Я не знаю, что мне делать. Я сейчас в полицию поеду. Что ты скажешь полиции? Я не знаю, что я скажу полиции. Он отец, у него есть документы, это не поможет. У меня есть хороший адвокат, мой приятель. Завтра я ему позвоню, он поможет. Может, сегодня? Поздновато уже, тебе нужно успокоиться, отдохнуть, иначе у тебя будет нервный срыв. Я все равно не смогу спать одна в квартире. Я постелю тебе в спальне, а сам лягу здесь на диване. Ну вот, хорошо, да. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Ой, у тебя так жарко? Помоги мне, пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо. Алло, мамочка, привет. Ты знаешь, я, наверное, сегодня опять останусь в мастерской ночевать. Так все быстро закрутилось. Мы были в галерее, и у нас в конце недели уже выставка, мы ничего не успеваем. Мам, ты тут? Конечно. Я все слышу. Я присмотрю за Лидочкой, отведу ее утром в сад. До работы. Мам, ты чего? Я сама завтра Лидочку могу отвезти. Ну, хочешь, я сейчас все брошу и приеду? Нет, нет, не надо приезжать. У нас все хорошо. Хорошо. Тогда до завтра. Тогда до завтра. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе. Ты как? Спасибо, уже лучше. Как будто никуда не уезжала. Завтрак почти готов. Еще одна минута. Я в душ. Давай. Пойдем. Что? Не хочу в садик. Я хочу к маме. Хорошо. Давай позвони доктору, который лечит твою маму. Если он разрешит, мы к ней поедем. Да. Алло. А куда я попала? Мне нужен Евгений Шангел. Да, туда. Муж сейчас в душе, а кто его спрашивает? Даша. Женя, завтрак готов. Может быть, ему что-то передать? Алло. Что-то с мамой случилось? Мы к ней поедем? Даша. Поедем. Сейчас поедем. Садись в машину. Салат. Салат. Варя, Варенька. Добрый день. Случайно вас увидел. Можно вас на минутку? Здравствуйте. Скажите, а вам Юра не звонил? Нет. Варенька, за какой рот и ты не пострадаешь. Понял? Поехали. Объект похителен. Красный внедорожник, номер скорблязью. Пойдемте. Вот этот доктор! Здрасте. Здрасте. Это вам. Меня Даша рисовать научила. Спасибо. Ребенок. Это вам спасибо. Вы маму вылечили. А это вы звонили утром? А я смотрю, вы напряглись. Незнакомы с современным типом отношений? Вы знаете, мы с Женей давно развелись, но нас очень тянет друг к другу. И всегда будет тянуть. Надеюсь, у вас все хорошо. Лучше не бывает. Привет. Доброе утро. Мы с Лидой пришли навестить ее маму. Уже можно? А, да, она в двадцать четвертый на втором этаже. Извини, я забыл позвонить. Лидочка, пойдем. Даша, что случилось? Все хорошо. Я думал о тебе этой ночью. Которую провел души жилой. Понимаю. Очень современно. Даша, ты о чем? Ты все неправильно поняла. Я могу объяснить. Не унижай ни себя, ни меня. Пойдем. Евгения Александровна, здравствуйте. Подпишите, пожалуйста, вот здесь. Очень надо. Пропустили вчера. Скажи, ты разговаривала с Дашей? Что-то ей наплела. Даша, Маша, Глаша. Я даже не знаю, о ком ты говоришь. Ты прекрасно знаешь. Она была со мной в ресторане. И сейчас во дворе. Женя, мне больно. Может быть, я и поздоровалась с кем-то во дворе. Я не помню. Ничего тогда не понимаю. С чего она на меня набросилась? Не знаю. Может быть, увидела, что мы вместе приехали. Это ничего не значит. Я мог просто тебя подвезти по пути. Женя, пожалуйста, разбирайся со своими девицами сам, а? Я кроме сына вообще ни о чем думать не могу. Я не знаю, как буду работать. Я еще не дозвонился до адвоката, но в течение дня я обязательно это сделаю. Спасибо за то, что ты рядом в трудную минуту. Простите, я могу получить распечатку звонков за сегодняшний день? Да, я умею пользоваться историей телефона. Мне нужна распечатка. Хорошо, я зайду с паспортом. Значит так. Сейчас ты позвонишь Юрию и вызовешь его сюда. Я не могу ему дозвониться. Телефон мне отвечает. Сейчас ответит. Ждем. Ух ты. Какой быстрый, а? Алло. Это не Варенька. Она у меня. Не, если не приедешь, скажи что-нибудь. Саша. Ай. Услышал? Ты рот свой закрой и слушай. На юго-западе есть улица Промышленная 4. Там заброшенный фанерный завод. За ним промзона. Жду там тебя через час. Приедешь не один, заберешь варень труп. Мамочка, папа хотел тебе что-то сказать. Очень-очень важное. Настя, я так виноват перед тобой. Перед вами обеими. Но я, я все исправлю. Слышишь меня? Я хочу, чтобы у нас, чтобы мы опять были настоящей семьей. Я хочу приходить домой. Садиться всей семьей за стол. Я скучаю по вам. По нам. Насть, ты меня прости, но Лидочке пора. Нужно в детский садик ехать, да? Даша, спасибо тебе за помощь с Лидой. Но сегодня я справлюсь сам. У меня выходной, я хочу провести им вместе с моей семьей. Как здесь? Да, маленькая. Хорошо. Тогда до свидания. Спасибо тебе за все. Спасибо. Увидимся. Ты уже здесь? Я рядом. Варя где? Саша, выводи ее. Ну и ты давай, выходи. Ба. Ты знаешь, Антошенька, ты меня удивил, я понимаю, запал бы на молодую, а так. Флешку принес? Ну, конечно, принес. Доставай. Саша. Ты решил взорвать нас вместе с Варварой? Ну, вы же ее все равно уйдете. Это муляж? Проверим. Да ну нафиг, пусть идет. Идиот. Чекузыши на место. Стой на месте. Варвара, иди сюда. Ласку. Беги к селожам, там есть второй выход. Я тебя не брошу. Беги, я сказал, ты так только хуже сделаешь. Ласку я говорю. Положусь тебе. Блин, я на такое не подписывался. Ёбка. Боже. Мамочка. Варвара, уже беги оттуда. Я же говорил, муляж. Прощай. Антон. Ты что? А? Стерва. Всем внимание. Работает спецназ. Вы окружены. Лицом в пол. Добро в лицу. В асфальте. Под председом снайперы. Держи руки. Чтоб вы их видели. Лежать. Антон. Оттолкни пистолет подальше. Я уже думал, вы не придете. Я сказал, лежать. Варенька, как ты? Как ты? Полиция вам вряд ли поможет. Только суд. Вы меня, наверное, неправильно поняли, Арсина. Вся эта возня с судом и приставами это слишком долго. К тому же, у него все равно останется право видеть ребенка. Конечно. Он же отец. Но ведь он не хочет платить содержание. Почему я должна наступать? Но он же платит за сына. Конечно, платит, куда он денется. Но ведь это только на сына. Вы же работаете. Ну и что вы хотите? Чтобы я жила на одну зарплату? Так, кажется, возникло жесткое недопонимание. Арсений, извини. Без проблем. Можешь идти. Что? Можешь идти. За ланч я заплачу. Жень. Жень, послушай меня. Ты сейчас встанешь и выйдешь отсюда. Я не собираюсь быть помощником или орудием твоих манипуляций. Распечатка утренних звонков на мой телефон. Извини. Она мне голову задурила. Если бы я знал, я бы не стал тебя в это впутывать. Да все в порядке. Этого на допрос. И пока никаких звонков адвоката. Просто не хотел тебя пугать. Тебе это удалось. Зачем ты им был нужен? Тот, который в тебя целился. Начальник службы безопасности моего бывшего шефа. Я работал телохранителем у некоего Ковалева Пала Сергеевича. Он оказался бандитом. Черным риэлтором. Убил одного пенсионера из-за дорогой квартиры. Я не смог этому помешать. Какой ужас. Снял кое-что на телефон и скопировал документы с компьютера. Пошел в полицию. По программе защиты свидетелей. Меня перевели сюда из столицы. Но Ковалев коварный и влиятельный тип. Поэтому флешку я оставил себе. Мне надо было перестраховаться. Прости, что раньше тебе все не рассказал. Он у вас настоящий герой. Спасибо, Антон. Теперь у нас и Бобров заговорят. А с нами что? А вы свободны. Сил хорошего. Пойдем со мной. Что, может поедем ко мне? Я хотела к Даше поехать. Я вчера с ней как-то не очень хорошо поговорила. Как она? Чего работает. У нее скоро выставка. Может, не будем ей мешать? Творческий процесс. Вещь тонкая. Как я теперь привыкну, что ты Антон. Привыкай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажи, ты же обслуживаешь Ассоциацию Ближневосточных Культурных Фондов? И в живописи разбираешься? Даша, кажется, чудо произошло. Позвольте представить Арсений Калягин, представитель Ассоциации Ближневосточных Культурных Фондов. Дашенька, прошу. Я только что разговаривал по телефону с владельцем отеля в Эмиратах, который, собственно, представляет господин Калягин. Он хочет приобрести картины, чтобы украсить имя помещение. Господин Калягин, я сейчас же отправлю всю информацию о работах вашему клиенту. Прошу меня простить. Будьте добры. Даша, мне понравилась эта картина. Я бы хотел ее купить в свою коллекцию. Конечно, она согласна. Простите. Да, я согласна. Чего ты застыла? Я тебя поздравляю. О, она. Дашка, поздравляю. Даша, это круто. Слушай, у меня тут идея оживить наш унылый офис. Ты мне, как твоему большему начальнику, скидку сделаешь? Да. Отлично. Посмотрю все в деталях. Я вас так рада видеть всех. Даша, поздравляю. Кешенька, спасибо. Дашка, я тобой горжусь. Спасибо. Ой, а что здесь делают эти? Кто? Журналисты? Да. Ой, так я рекламный ленджер или кто? Кстати, они хотят взять у тебя интервью. Мама рвется приехать помочь. Но, мне кажется, я справляюсь. От кого это смс? Сейчас. Олег, если ты опять, я... Да, все нормально. Это одна из организаторов сегодняшней выставки Даша Смирнова. Несколько лет назад ее вернисаж прошел с большим успехом. Но потом Даша долго не радовала нас целыми работами. Даша, с чем это связано? Наша Даша. Знаете, иногда творческий человек не может самостоятельно выйти из кризиса. И вот для меня этим волшебным пинком стала ситуация, в которую попала моя подруга Настя. Она недавно перенесла тяжелую операцию. И мы организовали эту выставку, чтобы собрать средства на ее реабилитацию. А можно прямо в камеру? Да, да, конечно. Если вдруг ты в меня смотришь, я хочу сказать, что ты очень сильная и смелая. Я... Все мы... Девчонки, идите с нами. А все мы, организаторы выставки, хотим, чтобы все у тебя было хорошо. И я уже знаю, что у нас получится тебе помочь. Настя, Настя, ты почему, Настя? Ты почему? Ты почему? Теперь все будет хорошо. Настя, маменька. И мы оформим холлы наших отелей этими прекрасными работами. Я искренне в раз, что оказался здесь, в приглашении моего друга. Вот, кстати, и он. Даша. Мама, ты пришла? Ну, как я могла не прийти? Как мы могли не прийти? Мне просто показалось, что мы... что ты на меня обижена. У меня был непростой период, я на всех была обижена. Но я тебе потом все расскажу, хорошо? Доченька, как я тобой горжусь. Столько народу, Даша! Ты огонь! Такой успех, Даша! Прощай, Дина, держи себя в руках. Пойдем, там напеточки у нас. Напеточки. Этот Арсений такое чудо! Все наши картины продаются! У нас все получилось. Я очень рада. Дашка, Дашка, ты такая молодец! Журналистам очень понравилось. Мне кажется, нам нужно поговорить. Произошло недоразумение. То я бывшая или небывшая жена недоразумения? Нет, ее попытка меня вернуть. Ты все неправильно... Подожди, то есть правильно, поняла. Мне очень стыдно, что я сразу не понял ее намерения. Я просто в голову не мог бы прийти, что можно действовать так топорно. Ты невыносимый сном. А ты сумасшедшая. Что это за принц на белом коне? Какая разница? Лишь бы Дашка была счастлива. Я тебе такое сейчас расскажу. Юра, это не Юра. Его зовут Антон. И он, оказывается, находится под программой защиты свидетелей. Да ты что? Представляешь? Меня из-за него даже похитили. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!